Доброе утро, дорогие друзья! Заканчивается неделя, пролетает прямо, и снова шаббат перед нами. Шаббат необычный, вообще день необычный сегодня. Написано в древних книгах, что если бы провели два шаббата, как положено, пришел бы Машеях. Представляете? Вот пришел бы уже Машеях, закончились все беды, все-все-все, и что? Провели шаббаты? Нет, не получается пока. Но не важно. Мы с вами закончили главу, которая описывала все, что находилось в храме. Каждый предмет имел свое значение. Мы, к сожалению, не успеваем все, так в двух словах поговорили с вами. Было еще очень много что сказать про Минору, особенно у меня. Вообще Минора написал Раф, что она выражает задачу, которую поставил перед Человеком Всевышний, добавлять свет в этот мир. Об этом надо задуматься. Но сегодня о другом. У нас сегодня Пурим Катан. То есть если бы был месяц, год невысокосный и по рейскому календарю, то у нас бы сегодня был Пурим. Но сейчас Пурим переносится во второй адр, и сейчас у нас Пурим Катан. Маленькие спасения. Не то глобальное спасение, которое было и которое мы ждем. А вот маленькое такое спасение. Вы знаете, жизнь человека состоит из очень многих вот этих Пурим Катанчиков. Есть такие Пуримы, которые спасали целые общины от убийств. Есть у каждого человека в жизни. Вот если вы задумываетесь, у вас обязательно был какой-то день, который можно назвать Пурим Катан, когда вам что-то невероятно спаслись от чего-то. Что-то такое вот как бы резко изменяющее вашу жизнь. Поэтому как бы это праздник очень большой. Написано Мудрецы, что обязательно надо немножечко отметить его, потому что мы как бы выражаем уважение небу за то, что она нас спасала и спасает. Шаббат, шаббат. Вы знаете, шаббат необычайно важная вещь. Могу сказать почему. Что мы сядем за стол, будем кушать вместе и так далее. А что это такое? Что это такое необычная вещь? Вспомните, как люди ели сто лет назад. Например, никто не ел так, не хватались общей посуды. Сидели все по очереди, один к другому, медленно. Разговоры за столом всегда такими были с условностями. Некоторые темы обсуждались, некоторые неуместные. Такое все было. Я уже не говорю там про молитвы перед, сто лет назад перед едой и так далее. Сегодня все не так. Сегодня, например, исследование в Британии было, что у многих британцев даже нет обеденного стола. И люди в основном едят сейчас по одиночке, члены семьи приходят, достают из холодильника еду и разогревают микроволновки, съедают перед телевизором или компьютером. На что это похоже? Это как бы поочередное пользование кормушкой. И вот для того, чтобы человек не забыл совсем, как животное, чтобы он не пытался, что вот это, как это, стол твой жертвенник написано. А это у тебя получается и у многих, к сожалению, людей харчевальная такая, да? И вот шаббат разрушает вот эту вот такую страшную иллюзию того, что мы как животные сидим в хлеву, и мы садимся за стол, у нас катерть, у нас гости, у нас браха и так далее. То есть шаббат сохраняет в тебе человека. Написано в Торе, обратите внимание, сказал Маше, ешьте ман, когда выпадал ман, сегодня, ибо шаббат сегодня для Бога. Сегодня не найдете его в поле. Эта фраза вызывает вообще-то удивление, если кто хотел подумать. Нам говорят, что в поле мы его не найдем, ман. А в домах и комнатах найдем, как это так? Сказано в поле не найдете, но мы-то знаем, что в шаббат ман не появлялся ман никогда вообще. К тому же, зачем повторно писать сегодня? Достаточно сказать, сегодня шаббат для Бога, не найдете его. Дело в том, что Тора хочет нам сообщить не только о мане, но и о шаббате. У шаббата есть четко определенные рамки. Это семейный круг, это синагога, это с детьми общение, это шаббатный стол. Нужно молиться, учиться, сидеть за трапезами, произносить слова Торы. Сегодня не найдете его в поле, сказано в Торе. То есть, если сам шаббат, вы не найдете его за пределами, за рамками, как и Коэн. Коэн не может быть на кладбище. Так и здесь. В шаббата нет за пределами дома ничего. Кто ходит в шаббат смотреть на витрины ради своих профессиональных каких-то дел, он выходит за рамки шаббата и превращает его в будни. И сказано, поэтому и вам шалом, то есть как в будний день, вот сказано. Значит, о чем идет разговор? Что нам с вами, короче, подводя итог всему сказанному, надо понять одно. Пока мы держимся за шаббат, он нас спасает. Шаббат выручает человека, шаббат вырывает нас из будни. Шаббат переводит нас в какой-то другой уровень. И тот, кто отметит хорошо шаббат, у меня обязательно будет хорошая неделя. Брахава, отфаха, хорошего шаббата. Всего самого лучшего.